Прием номер 14 Совсем несложен для понимания, особенно если вы вспомните то, с чего мы начали. В каждой технической системе вы можете найти как минимум два варианта решений. Одно решение может быть ориентировано на использование поступательного движения. Например, ножик или, например, вот эта пилка. Ножик-пилка. Возвратно-поступательное движение. Но обязательно существует решение, в которых есть вращательное движение. Ножик для пиццы. Существует вращательное движение. Или ножик. Это миксер. Но это же тоже ножик. Это тоже вращательное движение. Если вы знаете это правило, Это правило следует прямиком из механики. То это правило позволит вам очень быстро ориентироваться в возможных технических решениях. Например, если вы видите музыкальный инструмент вот такого дизайна, Вы немедленно можете себе предположить Точно такой же принцип действия, но с использованием вращательного движения. И я встретил такой музыкальный инструмент в Таиланде. И купил его. Ровно тот же самый принцип действия. Но только нужно вращать. К сожалению, я не умею играть на этом инструменте. Но я был на концерте артистов. В общем, они играют на этом инструменте не хуже, чем на вот этих инструментах. Такая же флейта, но только с другим дизайном. И с другим типом движения. Соответственно, если вам известны эти простые правила, Вы можете очень быстро проектировать новые машины. И более того, прием номер 14 охватывает только ситуацию, Когда вы отказываетесь от поступательного движения И переходите в зону вращательного движения. Но в нашем курсе законов развития техники Есть специальный тренд, который рассматривает проблему вариантов движений. Это очень актуально для механических задач. И этот тренд мы называем проводимость. Закон о повышении проводимости. Проводимость. И в рамках вот этих законов повышения проводимости Есть несколько сабтрендов. Один из сабтрендов называется типы движения. Если мы внимательно изучим механику Твердых тел, жидкостей и газов, То можно выделить 6 базовых типов движений, Которые помогают вам искать новые конструкции и новые варианты решений. Есть поступательное движение, Есть возвратно-поступательное движение, Есть вращательное движение. Это содержание приема номер 14. Содержание приема номер 14. Но, кроме поступательного вращательного движения, Можно выделить импульсные движения, Можно выделить маятниковые движения, И можно выделить волновые движения. Что такое импульсные движения? Импульсные движения это какие-то очень быстрые электрические процессы. Я думаю, что как раз электронным инженерам понятно, Что такое электрический импульс. П-образный, довольно-таки п-образный сигнал. Что такое поступательное движение и возвратно-поступательное движение очевидно? Что такое вращательное очевидно? Что такое маятниковое движение? Маятниковое движение это движение, которое совершает маятник. Такое движение совершает дверь. Такое движение совершает книга. И если мы продолжим наше рассмотрение, То легко убедиться в том, Что ножницы это всего лишь два маятниковых движения. Для того, чтобы создать очень большое усилие. Это ведь два рычага. Почему были изобретены ножницы? Потому что они позволяли резать с гораздо большим усилием за счет эффекта рычага. Что такое волновое движение? Волновое движение имеет два варианта рассмотрения. Один вариант рассмотрения это макроуровень. Макроуровень это, как правило, вибрация какая-то. Вибрация. Переход на микроуровень. Это может быть ультразвуковые колебания. И ультразвуковые технологии, Которые очень популярны, очень развиты. Если мы говорим про микроуровень, Это все виды излучения. Видимый свет, Инфраред, Ультравайлет, Икс-рей, Радио-вейв. Это все волновые движения, Потому что это волновое движение электрическое и магнитное поле вместе. Так вот, знание этих категорий позволяет нам вычислять все новые и новые варианты конструкции. Например, если мы посмотрим нож. Вот у нас нож, он совершает поступательное движение. Какой нож у нас может совершать импульсное движение? Это специальный нож, который перерубает волокна у мяса. Он больше похож, наверное, на вот этот нож для лука. Это специальный нож, который делает отверстие в поверхности мяса, для того, чтобы оно стало более нежным при приготовлении. Нож, который имеет возвратно-поступательное движение, это пила. Мы его видели только что. Что такое нож с вращательным движением? Это нож от пиццы. Что такое нож, который имеет маятниковое движение? Вы видите нож для шоколада. Этот нож для шоколада имеет маятниковое движение. Но у нас на столе есть тоже несколько ножей с маятниковым движением. Но ножницы это само собой. А кроме ножниц, вы можете посмотреть на ножик для чеснока. Для маны. Вкладываем сюда, делаем маятниковое движение, получаем сразу огромное количество маленьких чесночек. Зная эти виды движений, и что такое волновой нож, можете открыть гул и прочитать про ультразвуковые ножи для резания пористых материалов в области фут-индустрии, в пищевой промышленности. Но есть еще один очень важный элемент. Простейший пример, как мы можем это использовать в практике. Давайте рассмотрим бутылку. Вот эта бутылка закрывается с помощью вращательного движения. Это очень хорошо, потому что мы обеспечиваем очень высокую глину. А что плохо? А мы тратим много времени, очень много движений для того, чтобы ее открыть. В случае с бутылкой, которая имеет вот такой способ закрытия, это быстрый способ закрытия, но нужно прилагать очень большое усилие, чтобы ее закрыть. И очень большое усилие, чтобы ее открыть. Можем ли мы сделать обход патентов вот этих двух патентов и предложить новый вариант пробки для бутылки? Да, мы можем подумать, а нельзя ли нам использовать маятниковое движение? Использовать маятниковое движение возможно. И вот посмотрите новый дизайн пробки. Мы вставляем ее быстро и легко, делаем маятниковое движение, получаем очень высокую герметичность. И вместе с тем мы очень легко можем открыть ее. Раз, открыли. Как она устроена? Монобиполе мы помним, да? И эта пробка устроена из двух частей. И когда я делаю маятниковое движение, я увеличиваю диаметр. Две части, связанные эластичной пластинкой и эластичной пробкой, увеличивается диаметр. Бутылка заперта, надежно. Все это вычисляется, все это вполне доступно для практики. Следующий важный тренд для вычисления этих операций, это, этот тренд называется turn of axis, поворот оси. Поворот оси. Что это из себя представляет? Обратите внимание на то, что, если вы рассмотрите два ножа, у которых есть вращательное движение, вот этот нож и вот этот нож, то у этого ножа ось расположена горизонтально, а у этого ножа ось вращения расположена вертикально. Если вы рассмотрите вот эти жалюзи, жалюзи для окон, жалюзи для окон могут открываться вот так и так. Но есть другой дизайн жалюзи. Можем расположить вертикально оси и закрывать и открывать жалюзи вот так. И таких примеров можно привести 150 штук. Это не фигура речи. Действительно, в нашей профессиональной коллекции есть более 150 примеров применения этого феномена на практике. Если вы знаете этот феномен, вы можете его смело применять. Позвольте мне проиллюстрировать это для решения одного из специфических физических противоречий, которое называется у нас... Объект должен быть открыт, объект должен быть закрыт. Сейчас. Не, не, не. Объект должен быть открыт, объект должен быть закрыт. Вот смотрите, если мы рассмотрим карандаш, карандаш открыт для того, чтобы писать. Но во время переноски мы, во-первых, можем испортить карандаш, во-первых, можем сдрезнить одежду. Значит, возникает физическая противоречия. Рабочий орган должен быть, и рабочего органа не должно быть. Это такой тип физических противоречий, который имеет название единицы и ноль. Существует или не существует? Тоже очень удобная юристика для рассуждения. Ну, соответственно, простейший вариант существует, не существует. Мы можем разрешить его с помощью существует, не существует. Обычной крышечки. Но дальше мы можем двигаться по нашей диаграмме и думать о том, каким образом мы можем сконструировать новые варианты открывания и закрывания карандаша. Можем ли мы использовать импульсное движение? Да, пожалуйста. Вот использование импульсного движения. Карандаш закрыт, но карандаш открыт. Используем обычную резинку, которая стремительно открывает карандаш. Можем вполне это интерпретировать как механический импульс. Потому что процесс очень быстрый. Карандаш открыт, карандаш закрыт. Традиционное решение. Карандаш открыт, карандаш закрыт. Цанговый карандаш. О, в цанговом карандаше вы можете узнать маятниковые движения для того, чтобы открывать и закрывать карандаш. И даже совокупность маятникового движения и возвратно поступательного. Это монобиполи. Это использование четырех маятниковых движений для того, чтобы открывать и закрывать карандаш. Если существует четыре, значит существует и один. И, соответственно, этой логике вы можете сконструировать карандаш, который открывается и закрывается с помощью маятникового движения, но только одного движения. Открыто-закрыто. Открыто-закрыто. Еще два решения, как мы можем разрешить физические противоречия, есть или нет. Дальше. Мы можем думать о использовании маятникового движения. Здесь маятниковое движение используют ось вращения, которая расположена перпендикулярно. Мы можем использовать ось, которая расположена параллельно, и получить снова новое решение. И вы видите, здесь мы используем маятниковое движение, ось расположена параллельно, открыта и закрыта. С помощью нашего знания о повороте оси мы можем вычислить это решение. Хотя оно было придумано до нас. Но эта система позволяет объяснять появление этих решений. Следующее. Мы можем использовать круговые движения. Вращательное движение. Открыто-закрыто. 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 Опять же, ось, расположенная перпендикулярно. Следующий вариант. Возвратно-поступательное. Много возвратно-поступательного движения. Моно-биполия и много возвратно-поступательного движения. Открыто-закрыто. Использование приема 13. Вы видите, здесь шарнир расположен в конце. Шарнир расположен в конце. Шарнир может быть расположен в начале. Помните, прием 13 и две обзи. Пожалуйста, у этой технической системы шарнир расположен в начале. Для того, чтобы это достаточно просто. Надавили пальцем и открыли. Надавили пальцем и закрыли. Такое же маятниковое движение, но только шарнир расположен в конце. Тоже обход патента. Новое решение. Мы его вычислили. Так. Ну, это возвратно-поступательное. Одно. Что еще? А, вот еще интересное решение. Использование вращательного движения. Оси расположены перпендикулярно. Здесь находится колесо. Зубчатое. Вы вращаете зубчатое колесо, открываете рабочий орган. Вращаете зубчатое колесо в обратную сторону, закрываете рабочий орган. Вы посмотрите. С помощью наших знаний о типовых движениях мы получили раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять абсолютно реальных решений. Они есть на практике. Итак. Достаточно. Этих знаний достаточно для того, чтобы немедленно начать применять их на практике. И давайте попробуем их применять на практике. Сейчас мы проведем один небольшой эксперимент. Проведем один небольшой эксперимент. Для того, чтобы применить наши знания на практике, эксперимент будет очень несложным и забавным. Вот есть бутылка. Бутылка установлена на банкноту. Бутылка установлена на банкноту. Если я попытаюсь извлечь эту банкноту, бутылка падает. Наша задача постараться извлечь эту банкноту так, чтобы бутылка осталась на месте. При этом запрещено трогать бутылку. Вот и все ограничения. Руками или чем-либо вообще? Ну, руками. Руками. А чем нет? Ну, мне нравится ход ваших мыслей. Вы следуете ресурсному подходу. Да, пожалуйста. У нас там опытные. Потому что вы уже опытные, потому что вы уже получили определенный экспириенс. И вы знаете, что можно, что нельзя. А когда можно под бутылкой? Я уже подготовился, да. Надо очень внимательно читать условия задачи для того, чтобы знать, что можно делать, а что нельзя. Нельзя трогать бутылку пальцами. Все остальное можно. Зубами можно. Грызть можно зубами. Ну, зубами, да, можно зубами. Если это поможет. Пальцами нельзя. Зубами можно. Вот давайте. У нас есть диаграмма. Мы можем действовать, можем следовать просто этой диаграмме и пробовать решить эту задачу в таком узкопрактическом подходе. У нас нет времени выдумывать. У нас есть просто план наших знаний. И мы можем эти знания непрерывно стараться использовать. Правильно. Первая идея – использовать тимбуршное движение. Давайте попробуем. Люба, не бойтесь. Это, кстати, действительно, как правило, первая идея, которую людям приходит в голову. Давайте попробуем сделать быстро. Это к нашему разговору о том, делать быстро или делать медленно. Это медленно. Нет, нет, нет. Ну, это подготовка, подготовка. Нет, надо увеличить скорость, Любовь. Во-первых, вот так вот изменить, да. А чтобы увеличить скорость, я рекомендую дернуть вниз. О-о-о-о-о-о-о. Мои поздравления, твои первые. Поздравляю. Вау. Да. Хорошо. Импульсное движение, да, вполне возможно. Импульсное движение возможно. А чтобы нам попробовать? Поступательное мы пробовали, да? Мы пробовали, мы тянули, но бутылка падала. А я хочу всталкнуть. Попробуй. Попробуй. С этой стороны. С этой стороны. Хорошо. Хорошо, хорошо. Запрещено пользоваться пальцами. Медленно, медленно, медленно. Видите? Вау. Мощь функционального ресурса. Мои первые зарплаты 3. Свои поздравления. Поступать в медленно тоже возможно. Но только надо использовать прием номер 24. Посредник, да? У тебя был посредник, который позволял решить проблему, решить проблему фрикшен. Трение. Трение, да. Хорошо, отлично. Давайте попробуем какой-нибудь другой тип движения. Что вы думаете о маятниковом движении? Маятниковым движениям. Маятниковым движениям. Попробуем? Вова, пробуем. Ну, пробуйте, пробуйте. Маятниковым, например. Ну, или, может быть, какая-то другая идея есть. Маятниковым движениям. Вот так вот. Чик-чик-чик-чик. Аккуратненько, аккуратненько. Да-да-да-да. Да-да-да-да. Медленно, да? Аккуратненько. Медленно, да? Тоже отракет. Медленно, да? Медленно. Медленно. Медленно, да? Медленно! Вова, может быть попробовать вращать, аккуратненько вращать. Осторожно, подождать. Здесь не хватает часов песочных для азарта. Тихо, тихо, тихо. Мы близки к успеху. Потом мастер покажет, как сделать то же самое за четверть секунды. Вау! Ты использовал один из самых сложных типов движения для решения этой задачи. Но ты получил результат, реальный результат. Хорошо, давайте подумаем о использовании вращательного движения. Мы попробовали пендерю, возможно. Что вы думаете о вращательном движении? Ну, самое простое вращательное движение, вы можете думать так. Ага, можно начать вращать банкноту вот так. Можно, но Вова видел, что это непросто. Потому что тут надо думать о использовании вращательного движения через поворот оси. А что такое поворот оси? Вот сейчас, если мы думаем о вращательном движении, у нас ось расположена вертикально. А если ось будет расположена горизонтально и вращательное движение, то что это будет? Что это будет? Что это будет? Субинт, что это будет? Это будет... Это будет... Это будет рейпинг, да? Правильно? Пробуем. На сцену. Ну, смотри. Если мы будем делать... Это же вращательное движение. Это же вращательное движение. Если ты будешь делать просто в рейпинг. Просто оборачивайся. Ну, так надо? Ну, подожди. Мы же сейчас пробуем, проверяем гипотезу. Делаем вращательное движение. Вот, смотри. Продолжай, продолжай. Продолжай, продолжай. Вот, вращательное движение тоже может нам помочь. А убрать бутылку можно? Пальцами нельзя. Можно пинцами, а там убрать бутылку. Это ж не запрещено было в условии. Вот и все. Мои поздравления. О, и нам осталось проверить только волновое движение. Как нам проверить волновое движение? Что такое волновое движение в этой ситуации? Можно вибрации стола. Вибрация стола. Абсолютно верно. Какие-то одиночные удары. Можно делать вибрацию. Это способ снижения тренировки. Да, потому что вибрация вообще типичный способ снижения тренировки. Давай. А, ну тут получается. Давай, давай, давай. Смирей, 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 смирей. Май, конгретулейшн! Две тысячи за них. Только обратите внимание, банкнота имеет две стороны. Одна сторона длинная, а вторая сторона короткая. А вытянули, коллега, по длинной стороне. Потому что они раздлинные. По короткой стороне. Вот длинная сторона дыбка, длинная рукоятка. Все равно. Ты решил проблему. Спасибо большое. Мои поздравления. Поздравляю. Мы не тратили времени просто так. Мы использовали вот эту диаграмму. И мы получили шесть абсолютно реалистичных решений. Потому что, как я уже говорил, в решении любой технической проблемы есть не одно техническое решение, а несколько. Мы почти не рассматривали вариантов, когда можно действительно было взять какие-то щипцы со стола, убрать бутылку, извлечь банкноту и поставить бутылку на место. Это были бы тоже дополнительные решения. Но сейчас мы проверяли все возможности, связанные с использованием разных типов движений. И мы убедились в том, что все это на практике применимо и все это не так сложно. Надо просто еще знать определенные коллекции примеров, которые состояли в технике. И все это позволяет нам драматикой очень сильно увеличить скорость вычисления этих решений. Потому что у нас промышленное исполнение проектов, у нас нет времени на творческие терзания. И именно поэтому ТРИС стал вот таким прагматичным, инструментальным, где на каждый недостаток есть своя какая-то уже разработанная, подготовленная теория, какой-то подготовленный темплейт. Как не тратить много времени для того, чтобы найти все возможные технические решения. Все, перерыв. Продолжение следует...